МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школа, где появился 12-й класс. Уроки актерского мастерства. А дети поменялись местами с преподавателями. Работаю, потому что люблю свою профессию, люблю детей. Новобранцев протестируют на коронавирус. Осенняя призывная кампания, первая отправка уже через неделю. Хочу поступить в элитные войска. Нарды прямо под ногами и танцевальный перформанс под окнами. В Альметьевске появился новый арт-объект. Я думаю, что это круто, это всем интересно. Это главные новости Альметьевска в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. 5 октября отмечается День учителя. В преддверии этого праздника во Дворце культуры Невча организовали концерт. Кроме музыки и танцев, педагоги и воспитатели получили подарки. Подробности в сюжете. Можете увидеть журналы того времени. На экспозиции, посвященной 100-летию Тайс СССР и Дню учителя, можно было увидеть школьные предметы прошлого века. Также для тех, кто решил посвятить свою жизнь тому, чтобы учить других, организовали праздничный концерт во Дворце культуры Невча. В зале воспитатели и учителя, педагоги дополнительного образования. Поздравления принимают ветераны отрасли и молодые специалисты. Учителя всех поколений считают, что главное качество для наставников – это любовь к детям. Вы на себя взяли огромную ответственность, потому что вы, по сути, являетесь проводниками из детской жизни, из детского сознания, проводники детского сознания во взрослую жизнь. Каждый очень своеобразные дети. И вот когда они не умеют разговаривать, мы приходим и не понимаем от речи. А когда они уже начали разговаривать, когда у них появился трудный звук такой «рр», или «сссс», вот тогда уже интересно с ними. Это мой первый праздник. Судану нас привезла наше завет Щи, Пларица Николаевна. Судану нас привезли посмотреть концерт, очень все нравится, так все организовано, у меня вся форма брашки по коже бегает. Одни гости получили грамоты, а других наградили памятным знаком в честь 100-летия ТАСССР. Такое получила и Альфия Абунагимова. Она 34 года посвятила педагогической деятельности. Учителем не каждый может стать. Случайно учитель – это страшно, это нехорошо в школе. Случайные люди там не должны быть. Если ты все сердце отдаешь детям, вот как говорил Сухомлинский, что сердце отдают детям, только тогда ты заслуживаешь высокого звания учитель. Всего в Альметьевском районе встретили свой профессиональный праздник более 6 тысяч человек. Лиса Навзалова, Ишат Бахтиев, Альметьевск ТВ. 12 класс появился в одной из сельских школ Альметьевского района. И состоит он из учителей, которые на один день вспомнили, что значит быть школьниками. В день самоуправления старшеклассники преподавали математику, информатику, русский язык. Все это благодаря Дню Учителя. На уроки в школу отправилась наш корреспондент Диана Интимирова. Я сегодня добрый, поэтому вам всем будут пятерки. Актерское мастерство такого предмета в школах нет, но на один день в Абдрахманово его включили в программу для 12 класса. Все потому, что учителя сели за школьные парты. Кто-то из них забыл в дневник, кто-то ручку. Но на счастье учащихся преподаватель сегодня понимающий. Трусть учителя – это действительно важно, так как каждый ученик – это индивидуальная личность, и ему надо по-своему растолковать. Ведь не каждый будет понимать под копирку, что все значит. Кто-то плохо учится, кто-то хорошо учится, кому-то неинтересно. Их всех надо чем-то завлечь. В День Учителя есть традиция устраивать День самоуправления. Для Абрахмановской сельской школы такое событие – праздник. В этот день школьники и учителя меняются ролями. Для этого мы должны полностью умножить одну часть и другую часть, чтобы не было одинаковые знаменатели. День Учителя – это возможность для каждого вспомнить о незаменимой профессии. Кто-то работает педагогом почти 30 лет и дал знания сотням детей, а кто-то делает первые шаги в карьере. Как оказалось, многие из учителей сделали выбор в профессии осознанно еще в школе. С детства я мечтала быть учителем, вот уже около 30 лет. Я работаю в начальной школе, работаю, потому что люблю свою профессию, люблю детей, люблю, как вырастает на моих глазах маленькое поколение. Когда детей очень много в классе, то нужно не только успеть дать свой предмет, но еще и каждого ребенка услышать и понять. В этом, конечно, сложность заключается. Следующий день самоуправления, как и День Учителя, состоится только через год. А уже завтра все в этой школе вернется на привычные места. Учителя будут преподавать, а ученики продолжат грызть, гранить науки. Диана Янтимирова, Лешат Бахтеев, Альметьевск ТВ. К другой теме. В Альметьевске стартовала призывная кампания. Отправка новобранцев в военные части начнется с 15 октября. В какие части отправятся альметьевские юноши и какие войска самые популярные среди призывников? Об этом наш следующий сюжет. Здравствуйте, товарищи призывники! Здравствуйте! Станут ли товарищи призывники солдатами, они узнают совсем скоро. Прямо за этой дверью. Как проведут ближайший год юноши, здесь решит призывная комиссия. Обращают внимание на состояние здоровья, семейное положение и пожелания самих парней. Айнур Гелязов хочет служить в ВДВ, о чем и заявил членом комиссии. К службе он начал готовиться задолго до визита военкомат. Отучился на военного водителя и отправился на сборы на аэродром. Проходил я там сбор 12 дней, выполнил два самостоятельных прыжка с 900 метров. Обучались укладке парашюта в действии нештатной ситуации, аварийной ситуации. Дослужили тельняшки, что самое радостное, наверное, было. Войска Росгвардии и спецназа тоже популярны среди призывников. Их называет каждый второй. Хочу поступить в элитные войска типа армейского спецназа или сил специального назначения. Ну, по причине того, что с детства была мечта уже отслужить в таких войсках и, возможно, в будущем продолжить работать в этой сфере контрактов. Норма призыва для Альметьевска составляет более 170 человек. Отправка новопранцев в воинские части начнется с 15 октября. Все призывники перед отправлением на сборный пункт Республики Тарстан и весной проходили, и сейчас будут проходить. То есть они сдают тесты на коронавирус. Если результат отрицательный, в этом случае они определяются команду и уже отправляются транспортом, отправляются на сборный пункт Республики Тарстан. Также альметьевские призывники отправятся в подшефной части. Это воинская часть 14-й армии ВВС и ПВО Министерства обороны в поселке Мирный, Волжский спасательный центр МЧС Самаре и парашютно-десантный полк в Иваново. Татьяна Леонтьева, Ильнур Хафизов, Альметьевск ТВ. Это еще не все новости. Продолжим после рекламы. Основные темы второй части выпуска. Рейды по нарушителям ПДД. Экипажи дежурят в селах и на городских улицах. Нарды прямо под ногами и танцевальный перформанс под окнами. В Альметьевске появился новый арт-объект. Госавтоинспекция продолжает усиленную работу по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Экипажи дежурят в селах и на городских улицах. В вечернем рейде автоинспекторов сопровождала наша съемочная группа. Что собрались сделать? Что собираетесь делать? Во-первых, проверим на наличие документов. Прежде чем предъявить свои документы, водитель этой иномарки долго и упорно тянул время. Сначала попросил инспектора показать удостоверение. Затем долго его читал вслух. После начал задавать все больше любопытных вопросов. Что с документами будете делать? Что будем делать? Да, я сейчас передам документ, что дальнейшее действие. Вот у меня порядок. Будем составлять постановление? Принципиально водитель оставил свою точку зрения долго. Госавтоинспектор остановил его не случайно. Видно невооруженным взглядом. На стеклах тонировка. Она запрещена, если ее светопропускаемость недостаточно. В эти окна можно смотреться, как в зеркало. Водитель утверждает, что это не тонировка, а бронепленка. Насколько она вписывается в регламент, поможет установить специальный прибор-тоник. И все-таки тонировку водитель устранил на месте. Плюс ему выписали штраф. Такую же сумму 500 рублей заплатит и этот автомобилист за то, что ездит без водительского удостоверения. Утверждает, что документ потерял. Как вы потеряли водительское удостоверение? Не знаю. Просто соседи сказали, что увидели, что права лежат возле машины. Мужик какой-то подошел и ушел просто. Ну, забрал и ушел. И все. Это буквально час назад было. Профилактических рейда госавтоинспекторам везет не только на нарушителей. Есть и примерные водители, у которых автомобиль подходит под все технические требования. Да и с документами проблем нет. В порядке все здорово. Пятничный рейд длился около пяти часов. Завершился в девять вечера. Диана Янтимирова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В Альметьевске появился новый арт-объект. Альметьевские нарды – первый объект в новом сезоне проекта «Сказки о золотых яблоках». Высказывание художника на тему социальной дистанции заняло 350 квадратных метров сквера имени 60-летия города. В минувшие выходные эта работа стала еще и сценой для постановки «Храбрый ардашир» в исполнении танцоров студии «Фристайл». Оставил ее балетмейстер Нурбек Батуа. Новый, да еще и интерактивный арт-объект появился в городе. Альметьевские нарды – метафора, социальные дистанции, в обертке популярной настольной игры. Новая работа дополнилась постановкой «Храбрый ардашир». Алия Рамазанова живет в этом дворе и с ее окон сквер просматривается идеально, но наблюдать за действием из дома не захотела. Прекрасно, конечно, слов нет, мы видели, как создавалось все это. Каждый раз, проходя мимо, настроение поднимается, тем более из-под окон видно все, что это шикарно. Постановку оценивают не только жители окрестных домов, но и профессиональные актеры. Рамазан Юсупов знаком с постановщиком Нурбеком Батулой лично и пришел в сквер как на долгожданную премьеру. Они хотят передать с помощью пластики, с помощью как раз-таки своих каких-то, как я говорил, наработанных каких-то движений, вот эту всю атмосферу того, что присутствует тут на сцене. Я думаю, что это круто, это всем интересно. Танцевальный перформанс, абсолютный экспромт, как и игра в нарды. Только кубики здесь бросают в гости, запуская генератор случайных чисел. Не готовились заранее не только танцоры. Музыкант Эрик Марковский импровизирует по ходу пьесы на народных персидских инструментах. Концентрация искусства на 350 квадратных метрах новой работы привлекла жителей соседних домов. Симпатично, необычно, как-то местами даже феерично, я бы сказал. Прогуливались случайно, увидели, зашли посмотреть. Постановка получила отклик у публики, а у танцора в студии «Фристайл» получился своеобразный дебют. В постановке без долгих репетиций и заучивания движений. Как говорит постановщик, в этом и есть сила импровизации. В этом, мне кажется, сила импровизации. Здесь нет, получилось или не получилось. Здесь происходит так, как происходит. Это хороший опыт, это что-то новое для нас, и нам было весело, нам было увлекательно. И несмотря на дикий холод, мы очень сильно согрелись, и также помогла любовь и тепло наших зрителей. Как мне кажется, это очень мощный инструмент реально преображать пространство. То есть у нас такое пространство, которое досталось от предыдущих поколений. Но мы имеем право как-то аккуратно, со вкусом его преображать, делать лучше, делать ярче. За три года пятилетняя программа принесла в город около 30 арт-объектов. Среди них не только муралы на стенах домов. Есть росписи промышленных и торговых объектов, скульптуры, композиции с дополненной реальностью и лазерная инсталляция. Теперь в списке объектов появились еще и нарды. Он посвящен безопасной дистанции. Благодаря компании «Татнефть» мы в этом году, в 2020 году, осмысляем пандемию с помощью арт-объектов. Новая работа предполагала интерактивность, чтобы каждый мог сыграть в нарды прямо в своем дворе. И на свежем воздухе, и соблюдая дистанцию. Идею сразу же воплотили дети. В Альмитиске стартовал ежегодный фестиваль ГТО среди выпускников старших классов. Школьники сдавали легкоатлетические дисциплины. Девушки бегали 2 километра, юноши 3. Фестиваль продлится до декабря. За это время школьники будут поочередно сдавать все нормативы ГТО. Завершится фестиваль лыжными гонками. И по его итогам участникам будут выгодны удостоверения ГТО. Самым почетным является золотой знак. Для выпускников это важный очень момент, потому что известно, что при поступлении дополнительные баллы учебные заведения предоставляют при наличии золотого знака ГТО. Поэтому они очень мотивированы, активные, в принципе звонят, интересуются. А теперь прогноз погоды на предстоящие сутки. 6 октября в Альметьевске будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, днем плюс 12. Атмосферное давление 761 миллиметр футного столба. Это все новости на сегодня. Если не успели к эфиру, заходите на сайт и в соцсети. Держать прямую связь можно через WhatsApp. Делитесь интересными новостями, предлагайте идеи будущих сюжетов. Давайте делать новости вместе. На этом у меня все. Всего доброго.